Первый поток я собрал, вложив вообще ноль. 17 курсов, на данный момент это рекордное количество. Правила второго подхода у тебя не получается. Сделал второй подход. Следующих попыток. Ребята, всем привет! Всем, кому не безразлична сфера онлайн-образования в России, вы находитесь на правильном канале и смотрите правильное видео. Как всегда, с вами я, Илья Терновой. И я, Федор Спиридонов. И у нас сегодня в гостях Алексей Кудинов. Он одновременно и продюсер, и эксперт. Весьма результативный персонаж, потому что он открыл уникальную в своем роде школу, которая, по-моему, 17, да? 17 курсов. Обалдеть. Человек, который поделится секретами своей производительности и, конечно же, даст ценные советы, которые помогут стать нам лучше и эффективнее. Не переключайтесь на бесполезные видео. А также он даст хорошую скидку на обучение в своих онлайн-школах. И, конечно же, друзья, подписывайтесь, ставьте колокольчик, отставляйте комментарии после видео. Для нас это очень важно. Магия Ютуба. Раз. И Алексей с нами. Алексей, приветствую. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь, какие у вас ниши и что это вообще? Онлайн-школа Старт. Старт, это такой, как я понял, уже нетиповой проект, потому что в основном онлайн-школы продвигают одно направление. То есть они берут, например, дизайн, рисование, йогу, еще что-нибудь, марафон пробежать или что-то дома руками сделать, интернет-маркетинг и все. А у меня направлений курсов 17 сейчас, там будет 20 скоро, направлений еще много. И сама школа, она как бы из двух частей состоит условно. То есть это те курсы, которые интересны, там, узкой аудитории достаточно, да, это партнеры фирмы 1С и маленький IT-бизнес. Вот. Вот. И те, которые, там, интересны широкой аудитории. Записывайтесь на наш бесплатный вебинар. Вот. Поэтому, там, партнеров 1С я учу от, там, нуля вообще, как развивать компанию, там, как достичь 15-30 человек, что делать, там, с проектами, что делать с продажами, как нанимать людей, адаптировать и так далее, и так далее. Много очень сложных вопросов, как бизнеса, внутри бизнеса. Вот. А, там, широкую аудиторию я учу, например, продажам. То есть, такой, хедлайнер, как бы, школы, это курс Дмитрия Ивановича Норки, тренера номер один по продажам в России, школа экспертных продаж. Есть еще мой курс, и как вообще зародилась школа, там, первый курс был мой по CRM. И еще курс Сергея Викторовича Вихарева, это эксперт, который занимается 40 лет информационной безопасности. 40 лет? 40 лет, да. Я думаю, что многие, как бы, еще не родились, а многие думали, что компьютеров 40 лет вообще не было назад. Вот. То есть, вот такие, как бы, мощные эксперты и такая широкая линейка для определенной аудитории. Можно сказать, что 17 курсов на данный момент это рекордное количество по сравнению с другими онлайн-проектами? Я предполагаю, что да, то точно сказать не могу. Наверное, есть какие-то школы, в которых курсов больше, но они все, вот такие школы с большой, большая номенклатура курсов, они все о какой-то теме. То есть, у меня совершенно такой, как бы, в теме бизнеса, но совершенно разный взгляд, 360 градусов. Ну, на российском рынке наверняка это так, потому что я знаю международную онлайн-школу, мастер-класс, вот там, конечно же, ваш прецедент. Ну, на это, наверное, даже можно сказать, что это не школа, там, одного, как бы, так сказать, владельца, да, наверное, это просто там некий инкубатор, когда там совладение и так далее, да, здесь, как бы, эта школа-то моя. А как так получилось вообще, что там из одного какого-то направления вашего курса по CRM, правильно я понимаю, да, выросло вот аж целые там 17 курсов? Это из-за чего? Из-за того, что вы понимаете, что вот я хочу больше денег, да, или там у меня там есть очень много свободного времени, да, и почему бы не сделать еще какие-то курсы? Или вам было интересно все эти направления? Очень классные вопросы, давайте начнем с очень много свободного времени, пока вся страна смотрела чемпионат мира по футболу, участвовала там в пьянках-гулянках, по барам, да, и на стадионах отжигала, я сел, как бы, делать школу. И вот там за два месяца, как раз там полтора месяца прошло до того момента, когда я там победил в, среди двухсот школ, которые участвовали в акселераторе в битве, да, то есть создалось к тому моменту, уже было, по-моему, 5 или 6 курсов. А получилось, как это все получилось, я там с 2002 года занимаюсь темой CRM, и там в рамках своей деятельности объездил практически там, ну, тут, Магадана до Калининграда и от Сочи там до Мурманска страну, общался всегда с людьми, там проводил семинары, тренинги, и все говорили, что сделаю, пожалуйста, в онлайне. И я всех убеждал, что, например, тренинг онлайн перевести невозможно. То есть мне, как тренеру, всегда казалось, что теряется вот эта магия, да, теряется этот контакт, и вот хотя бы приблизиться к этому невозможно. Нетворкинг теряется, да, опять же. И вот в какой-то момент уже коллеги сказали, слушай, ну вот мы не можем к тебе там из Казахстана 4000 километров прилететь, да, ты у нас бываешь раз в год. Другие коллеги из Сибири, например, у меня учатся ребята из Уссулия-Сибирская, это город, название города. Я кому говорю, практически никто не знает. Они говорят, слушай, ну, пожалуйста, сделай, как бы, вот, попытки были, там были вебинары, был даже какие-то серии вебинаров, как Академия, там, СРМ. И тут все соединилось с акселератором, наконец-то вот мне такой акселератор, ему спасибо огромное, Аксель, за то, что он дал толчок. То есть он дал толчок и некую уверенность, что да, сейчас я возьму технологии и упакую свой курс. То есть я вот в этот момент выступал как эксперт, который себя там сам запаковывает. Хотя это очень не рекомендуют делать, да, то есть быть и продюсером, и экспертом одновременно. Я себя запаковал, записал курс за два дня свой. То есть такая, было 35, наверное, градусов жары. То есть я закрывал окна, надевал пиджак, значит, снимал ролик, снимал пиджак, снимал рубашку, сушил, шел в душ, возвращался, и это все повторялось. То есть было очень весело так и стремительно. И когда я сделал этот курс, я понял, что мне нужен теперь, как бы, там, первый сотрудник, там, как я называл-то, там, хозяйка школы или директор школы, да, а она оказалась экспертом в другой области, и мы начали записывать ее. Дальше, когда я, там, анонсировал на одном из мероприятий эти первые курсы, ко мне подошли ребята, причем которых я достаточно давно знал, такие хорошие эксперты, они сказали, слушай, очень интересно, как бы, а как это делается, что, как я говорю, добро пожаловать, да, там, я сформулирую, дайте мне неделю, я сформулирую условия, и мы начнем с вами работать. И так постепенно, постепенно, как бы, сейчас в очереди, там, стоит, примерно, там, пять экспертов, там, эта линейка курсов, она сложилась. А дальше, когда, вот, я победил в этом соревновании Акселя, Дмитрий, там, среди двухсот онлайн-школ, там, показал лучший финансовый результат, Дмитрий Иванович Норко тоже заметил это, то есть мы с ним, там, профессионально давно общались уже по продажам, в сфере продаж, и, как бы, мы с ним договорились тоже курс сделать. Сколько времени сейчас вы уделяете, ну, потому что каждому продукту надо уделять время, это, ну, тут вообще вопросов не должно возникать. Сколько времени у вас уходит, вот, на каждую из школ в сутки, как вообще вы справляетесь? Ну, сейчас, как бы, это такая больная зона, да, сейчас идет, в школе идет процесс, там, набора еще сотрудников, расширения, потому что, действительно, когда поток возрастает, многократно, как бы, нужно за ним присматривать и, там, делать все процессы, вот. Есть еще вопросы по автоматизации, которые тоже, там, спасают, но, как бы, не всегда, да, как сапожник без сапог, вот, бывает такое. Поэтому сейчас много времени, то есть сейчас очень часто рабочие выходные, достаточно много времени я этому уделяю, но я постепенно отхожу с позиции. В чем, ну, я могу там прямо и ответственно заявить, то, что вы успешный человек, и вот, судя по тому, что вы рассказываете успешно, в чем залог, секрет вашего успеха, как вы считаете, потому что это полное погружение, абстрагировались от всего, даже окна закрыли, вот, или какие-то другие есть. Чтобы не шумно было, потому что писал без микрофона на айфон, поэтому надо было окна закрыть. Вот, кстати, инсайт писали, там, кто-то думает, что отдаляет тот момент, думает, что нужна дорогая техника и прочие какие-то там коврижки, да, Нет, ребята, пожалуйста, все вот с помощью айфона, все так вот делается. Надо просто взять и начать. Взять и начать, это первое? Да, это первое. Ну, вообще, вообще рецептов несколько. То есть, первое, надо действовать. То есть, я наблюдаю, там, и за своим потоком, там, наблюдал, и наблюдаю так в целом. Сейчас, там, по чату, там, и так далее, что очень многие, так вот, перестраховываются, они строят идеальную модель. То есть, вот, пока, там, не знаю, коврики все не постелят, в дом въезжать нельзя, да, то есть, должен быть идеальный ремонт, все блестеть, не дай бог, где-то царапинка, да, там, расставлена мебель, и хорошо бы кто-нибудь пожил бы еще, испытал бы это, да, все. Вот. Ну, не надо до этого доводить, то есть, нужно начинать, не бояться, и первые шаги сделать. Все равно, в любом случае, вы потом что-то будете переделывать, что-то переписывать, те же курсы. Второе, если у вас не получается, очень многие, и я видел, там, часть ребят, которые просто отвалились, столкнувшись с первыми трудностями. То есть, они были либо не готовы, либо просто не предполагали, что эти трудности возникнут. Ну, как правило, все, как думаю, да, вот сейчас мне дадут, там, курс, я прослушаю курс, да, и такой, типа, ну, и сделаю свое мое слово. И деньги, они придут сами, как бы клиенты, там, начнут мучить звонками и, там, своими заказами. Так не бывает, ребята, надо делать. Надо делать, и если ты столкнулся с трудностью, то мне очень нравится такое, я всегда всем говорю, и своим сотрудникам, совет Шварценеггера. То есть, когда Шварценеггер готовился к стать губернатором Калифорнии, его, там, прокачивали по разным, там, наукам, и он учил математику. Потому что, ну, он был качок, киноактер, да, математика ему сильно не помогала в этих вещах. Вот, а тут надо было ему, как бы, уже выходить на люди. И его прокачивали по математике, и в интервью он говорит, ну, да, вот, что самое сложное было, это математика. Говорит, а что вы, там, Арнект, делали, когда у вас не получалось? Я делал второй подход. То есть, вот, правила второго подхода у тебя не получается, оглядись, подумай, может быть, ты, да, не с той стороны идешь, как бы, ну, ты сделал второй подход. Следующая попытка. Это очень важно. И потом, еще одна вещь, как бы, которая очень сильно поддерживает, это некая идея. У кого-то, действительно, это идея заработать деньги. У кого-то идея, там, прославиться. Эксперт себя, там, продюсирует, и он выходит. У кого-то идея, и вот у меня, наверное, она максимальная идея, как бы, там, деньги не на первом месте. Эта идея дать возможность, вот, ребятам, как бы, из регионов получить качественное образование. Потому что доехать очень сложно, билеты дорогие, там, приехал на тренинг, еще нужна гостиница, нужно платить тренинг по московской, там, цене, или, там, какого-то регионального центра. И здесь вот такая социальная вещь, как это негромко бы звучало, она очень сильно поддерживает. Когда я вижу, когда у меня с региона ребята действительно учатся, с самых маленьких городов, это круто очень. Согласен. Ну и там качество образования тоже, скажем, не самое лучшее. А здесь есть возможность, все-таки, благодаря интернету, поучиться. У лучших экспертов. Да, передовых экспертов, вот, это действительно важно. То есть первый поток клиентов у вас был именно, вот, от вашего личного бренда, да, вас знали, что... Да, фактически первый поток я собрал, вложив вообще ноль продвижения. То есть я взял, там, Facebook, я взял, там, своих знакомых, там, коллег и так далее, там, некие списки рассылки. Вот, и просто рассказал им, что есть такая школа. Дальше там пошел, там, некий сарафан еще, несколько мероприятий, очных, то есть тоже я об этом рассказал, там, движуху навел. Вы могли бы вы сейчас, вот вы уже начали подступаться к этому, дать какие-то, скажем так, первые шаги к действию, потому что мы все мотивируем постоянно наших зрителей, и себя в том числе, то, что нужно делать, нужно делать. Но есть люди, которые просто бегают по комнате, от этого ничего не происходит, да, то есть, ну, человек что-то делает тоже. Важно не просто что-то делать, а еще хотя бы вектор знать. Давайте самые первые шаги, потому что у нас был тоже свой опыт создания на коленке онлайн-школы, вот, и сейчас нам необходимо сделать работающий курс, и нам очень важно сейчас узнать, с чего нужно начать. В первую очередь у нас абстрагируемся, скажем так. У нас не настолько, там, сильный личный бренд, у нас есть, там, Инстаграм на 2000 человек, вот, мы можем сделать эту рассылку, и мы это уже делали, но вот вы, владея знаниями акселератора, дайте, пожалуйста, хотя бы первые три-пять шагов, что нужно сделать, с чего нужно поступательно двигаться. Ну, первое, да простите меня, акселератор, вот, нужно следовать принципу, очень хороший принцип, это изучать чужой опыт, думать своей головой, да, то есть, когда, ну, в акселераторе, вот, там, например, есть, там, сотни онлайн-школ, и они действуют по одному правильному пути, да, действительно, правильный, эффективный, как бы выстраданный, как бы, основателями и подтвержденный. Но, как только ты начинаешь его немножко, там, затачивать, ты уже получаешься, там, отстраиваешься, да, от этого потока, поэтому первое, как бы, ну, быть достаточно оригинальным. Оригинальным не с позиции, там, что-то придумывать, а быть собой. Быть собой и понимать, как бы, те знания, которые тебе дают. Второе, действительно, нужно действовать, то есть, надо садиться, делать план и начинать его выполнять. Вот, причем не бояться, что план будет, там, не оптимальный, вы все равно перепланируете, что-то пойдет не так. Вот, где-то будет, там, пожар, там, атомная война и так далее. Вот, расслабьтесь и просто делайте, и каждый день у вас должен быть такой хороший измеритель. Каждый день какое-то серьезное большое дело вы сделали. Сегодня вы сделали, там, тексты для лайндинга, какой-то макет попытались сами нарисовать, да, там, завтра вы нашли подрядчик, который вам приведет это все в порядок, там, послезавтра вы подключили оплату, то есть, она у вас заработала, там, еще, там, через какое-то время вы добили какой-то блок курса, там, и так далее, и так далее. То есть, вот... Своеобразная дорожная карта. Фактически, дорожная карта, да, и ее лучше вообще нарисовать. Если вы... Хорошо, если у вас будет, где вы работаете, будет доска, на которой будет разрисована вот эта карта, и вы будете там отмечать каждый день прогресс, когда вы будете видеть. То есть, очень многие почему сдаются еще, такое личное наблюдение. Очень мало людей, которые привыкли мыслить их проектно, надолго. То есть, очень много людей, которые хотят результат здесь и сейчас. Мы тоже об этом говорили. То есть, обучился в акселераторе, прошел первый блок, тут же, хоп, тебя деньги пришли. Так может быть, если это вложится. Вот. Ну и дальше, используя технологии, очень правильный, я считаю, совет, и то, что я бы мог, наверное, еще быстрее стартовать, это совет быть, там, продюсером, да, этой онлайн-школы, там, или быть экспертом, но не быть, как бы, многостаночником. Вы можете научиться настраивать Гет-курс, вы можете научиться настраивать, там, платформы УП, вы можете, там, подключать онлайн-кассы, все что угодно, да, но в это время, скорее всего, эффективнее и полезнее, если вы будете продвигать этот курс, работать с экспертом, или как эксперт, там, записывать этот курс, шлифовать его, думать над заданиями, общаться с пользователями, с клиентами, вот. Это будет эффективнее, и поручить эту работу на аутсорсерам, тем профессионалам, которые есть. Там, акселератор их рекомендует, есть списки, есть, там, какой-то некий сарафан, когда они передаются хорошие из рук в руки, то есть, можно их найти и ими воспользоваться. То есть, таким образом, получается, что надо учиться в акселераторе, быть, там, владельцем этой онлайн-школы, а не, как бы, сотрудником. Понятно, да? Ну, да, чтобы уходить от операционки и просто... Да, уходить от операционки, и тогда, на самом деле, в единицу времени вы будете зарабатывать гораздо больше денег, чем, там, тратить на аутсорсерах. Но все-таки, с чего подступиться? То есть, мы поняли то, что нужно составить дорожную карту, а первый шаг – это что? Это сделать лендинг, найти экспертов, не знаю, будучи продюсером. Первый шаг, вот, там, спасибо за уточнение, первый шаг – определить, там, свою сильную сторону. Понять полностью, там, я очень не люблю, там, картину черно-белую, мира, да, там, черно-белую, там, или там, продюсер-эксперт. Где-то это будет, может быть, микс, да, там, как у меня получается. То есть, я, там, и эксперт в некоторых, там, своих курсах, и, там, продюсер, там, многих других. То есть, определите для себя, кто вы. То есть, эту, ну, примерьте роль, что вам интересно. То есть, вы действительно что-то знаете, как бы, и это можно упаковать. Либо вы, действительно, там, можете организовать работу, сделать комфортно эксперту, хотя он может быть капризный, и с ним, там, правильно довести его до успеха, там, и вместе заработать. Получите бесплатную онлайн-консультацию прямо сейчас. Определите свою роль, от этого строится все остальное. То есть, если вы продюсер, вы такой ахо, хозяйственник, такой крепкий, и в том же время маркетолог еще, да, серьезный. Если вы эксперт, вас не должно, там, занимать, каким образом, там, что-то построено технически. То есть, главное, вы должны сосредоточены быть на курсе. То есть, ваша главная задача – сделать план курса, да, для того, чтобы можно было запускаться, записать первые уроки, отработать для того, чтобы можно было подтвердить через какой-то период уже, да, и начало, ну, как вот ссылка, как учит акселератор, так и нужно делать. То есть, определяем, кто мы. От этого первые шаги у продюсера – это инфраструктура. Ну, первое, вообще, на самом деле, поиск эксперта, потому что инфраструктура вторична, это техника. Вот, у эксперта, соответственно, поиск продюсера, либо самопродюсирование – это тяжелая вещь, достаточно для эксперта. Я могу, там, сказать, потому что сам себя, да, продюсирую, и, там, иногда недоволен этим совершенно, вот, собой, как продюсером. Вот, поэтому, вот так, я говорю, такие, может быть, кажется, общие вещи, но еще что надо понять – нет рецептов. То есть, вот каждый, кто пришел в акселератор, он уникален, у него есть свои, там, слабые стороны, свои сильные стороны, и сейчас, если там какие-то магические рецепты, ребята, там, сейчас, кто смотрит это видео, ждут от меня, ну, я, к сожалению, разочарую, не скажу. То есть, магический рецепт – пахать. Пахать – пахать. Мы ждем от вас магии. Личностный бренд все-таки. Что это еще он строит, что это из себя представляет? Если оцифровать, есть такой бизнес-поверье, что человек должен, там, чтобы стать экспертом, там, 10 тысяч часов провести в какой-то области. Но на самом деле он не станет личным брендом. То есть, он может быть суперспециалист, но никто не знает, где он, как к нему прийти, там. Страфанное радио. Да, общего успеха он не добьется. Есть другая крайность, даже есть такие ребята, которые говорят, ну, если ты хочешь чему-то научиться, ты начни учить других, да? И вот ты там ничего не понимаешь, как бы, начни собирать информацию, и тут, там, что-нибудь расскажи о себе, припиши, и что-то начнется. На самом деле, это хорошее высказывание, то есть, хочешь чему-то научиться, попробуй это объяснить кому-то. И тогда ты будешь лекарствовать. Сказывание классное, но когда ты выходишь на аудиторию, и аудитория от тебя ждет, действительно, твоего опыта, что ты пережил кучу ошибок, ты вот проведешь через минное поле за руку их, и поможешь им достичь чего-то, вот как акселератор делает, да, там, с онлайн-школами, вот, ты ждешь профессионализма. Вот, ну, очень сложное понятие. Личный бренд – это эксперт, который известен. Вот две вещи, да, для меня. Определенное количество времени человек, получается, нарабатывает навыки, шишки набивает себе, получает знания, в дальнейшем он работает над тем, чтобы раскачать свои социальные сетели, и начинает транслировать эту информацию. Да, я об этом знаю. Приходите ко мне, я вас научу, я вам помогу. Оттверждаю свой эксперимент с таким образом. Вот, друзья, все, я разобрался. Сколько человек уже прошли обучение вот с 1 июля? Около 200 человек прошло обучение, то есть, ну… Это на всех курсах? Да, я считаю, что, как бы, не сильно много, то есть, потому что, ну, вот, я считаю, что мы еще такой в начале пути. Что такое CRM? CRM – это вообще очень большое понятие, то есть, это, как бы, методология, то есть, методология управления, правильного управления в отношении с клиентами. А если, там, по-простому рассказать, то это свод лучших практик мировых, российских в том числе, по работе с клиентами, для того, чтобы достичь максимальных продаж, удержать клиента, сформировать в конце такое сложное понимание, как лояльность, и при этом самому меньше работать. То есть, автоматизировать максимально… Какая-то таблица. …рутинные вещи. Это очень мощный инструмент, который позволяет понимать все, кто твои клиенты, собирать о них информацию, сегментировать их, там, некими кучками по интересам, понимать, когда у кого возникнет потребность, да, уже даже некое такое предсказание, ванговать, да, на основе этой информации, и вовремя предлагать то, что нужно клиенту, таким образом укрепляя его лояльность и повышая свои продажи максимально долго с ним работать. Вот мы сидим, 20 сопродюсера. У нас есть сейчас задумка сделать онлайн-школу по гастрономии, сочетание гастрономии с напитками. Вот. У нас есть сейчас Инстаграм, у нас есть сейчас эксперт, которому мы можем верить, это поле деятельности, которое будет обучать. У нас то, что уже был, скажем так, черновой вариант, да. Вот. У нас есть сайт, многостраничник. Нам… Что дальше делать? То есть… Как быть-то вообще? Нам сделать нужно один отдельный лендинг под этот сайт, потому что у нас есть многостраничник. Или какие дальше действия лучше нам предпринять? Вот ваш совет. Понятно, что нужно глубоко анализировать, но исходя из этих вводных данных. Как вам кажется просто? Мой совет – возьмите ваших друзей, знакомых, там, вот какой-то определенный круг тусовки, сделайте оффлайн мероприятие. Причем, если вы там хорошо сделаете, а вы хорошо, я вижу, сделаете. А мы уже делаем каждый месяц. Вы же делаете, да. И даже люди могут прийти и заплатить деньги за это, потому что будет вкусно и здорово и весело. И сделайте там хорошую нарезку, там, вот у вас есть контент уже, начните его как бы размещать, да, там, начните его на YouTube заливать, там, что-то в Instagram. То есть я чувствую, что вы лучше меня уже там, как бы ориентируетесь по всем каналам. Вот, то есть контент у вас есть, соответственно, вы его там заливаете, и везде как бы, соответственно, вы даете некую ссылку, некий крючочек, да, что вот, если вы хотите сами. То есть должен быть некий призыв, да, очень, это вот такая ошибка, если вот взять классические продажи, ошибка молодого продавца. Ты клиента довел до кипения, но ты не выставляешь счет. То есть нет призыва к действию. То есть да, вот здорово, классно, теперь смотри, вот есть такой курс, это недорого, это классно, ты будешь вот так учиться, и на самом деле мы возьмем тебя в тусовку. Еще одна, кстати, мысль, которые многие онлайн-школы, там, и продюсеры, они ее как-то отвергают, это оффлайн, оффлайн-приложение к онлайн-школе. То есть некое сообщество, которое может встречаться, если даже это онлайн-школы, там, из Хабаровска, там, из Владивостока, найдутся люди, которые пролетят в Хабаровск, в Владивосток, там, на эксперта, там можно классно все организовать, и в оффлайне пообщаются между собой, и это будет тоже, как бы, очень крутое продвижение, потому что они всем потом расскажут, как там было здорово. То есть, ну, нужна тема, нужен эксклюзив, это еще дополнительный продукт к онлайн-курсу, то есть такой интересный. Заведите канал, у нас есть канал, у нас есть видео уже туда загруженное. Все, что нужно для начала, это название курса, хорошее представление, аннотация по эксперту, там, с красивой фотографией, с его, со всеми заслугами, какое-то подтверждение этих заслуг, и структура курса. Даже не сильно, то есть структура курса до, там, названия урока. Где-то можно даже вначале просто по модулям, что мы будем рассказывать. Все, что, это все, что нужно для начала продвижения. Вы уже можете продавать. Алексей, как ты вообще познакомился с акселератором? Как ты пришел к этому? Вообще, я вспоминаю, что первая идея именно онлайн-школы такая-то зародилась, она, там, года два назад примерно. Потом дальше, там, захлестнул офлайн бизнес. И в какой-то момент, вот, когда еще соединились вот эти просьбы, там, партнеров из регионов, да, сказать, слушай, ну, сделай, там, свой, там, тренинг онлайн. И тут появился, как бы, на горизонте акселератора. Там, может быть, он все время был, но я его заметил, да. Я все изучил, там, достаточно подробно. Посмотрел, там, все вебинары, посмотрел, как бы, интервью. Понял, что, действительно, это, там, как бы, серьезный, серьезный бизнес и серьезная, как бы, школа, школ. Вот. И, когда я начинал, вот, родилась онлайн-школа Старт, она родилась, как бы, синхронно с моим, там, поступлением в акселератор. То есть, мне было не страшно, да, и, там, действительно, такое ощущение, что тебе, вот, руку помощи протянули. И есть такой хороший наставник, который об этом рассказывает. Поэтому, в том числе, такие, ну, я связываю свои успехи, в том числе, с обучением в акселераторе. Сколько денег за обучение? Какой пакет был? Ну, пакет купе, вот, я взял в рассрочку, чтобы там не погружать, как бы, семейный бюджет, вот, понимая, как бы, это еще один такой классный, кстати, вот, мы касались вопроса, каким образом начать. Покупаете обучение в акселераторе и понимаете, что, там, вот, на следующем месяце у вас есть платеж, и надо его отбить. И вперед. Это хорошая мотивация для тех, кто, да, все-таки после идеи об онлайн-школе ложится на диван и смотрит телевизор. Значит, с 1 июля, да, запустился курс? Да. С 1 июля, то есть уже полгода? 1 июля 2018 года я первый раз объявил на одном из мероприятий, что это было оффлайн-мероприятие, кстати, там, то, что тоже можно для продвижения школ очень классно использовать. Вот, я просто рассказал о том, что какие у нас есть курсы, что это за школа, почему она, возникла о том, что действительно мы честно хотим заработать денег, но хотим дать, как бы, вот, социальная некая, так, ответственность, да, то мы хотим дать вот обучение в регионы. И это настолько искренне получилось, да, что вот я там смотрел запись, там, так сказать, можно расплакаться прям. То есть человек пришел, там, вывернул душу и там, после выступления ко мне подходят там первые клиенты и там 10 курсов было продано сразу. То есть, вот, вот еще раз возвращаясь к тому, что быть собой там и нормально, как бы, не пытаться манипулировать, да, там, вашим клиентам. Навязать им. Да, а просто рассказывайте, как здорово у вас, как вот там у вас вкусно, как у вас там вино правильно подобрано там. искренне признаться в любви к своему делу. Да, 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 и все. И в этот момент, как бы, люди хотят быть с вами, потому что они хотят быть вот похожими на вас. Они хотят вот так же кайфовать то, что они делают и наслаждаться жизнью. И в завершение хотим, чтобы наши зрители кайфанули от того бонуса, который ты им предлагаешь. Это, конечно же, скидка на курс или на ряд курсов. Давай, какой бонус мы даем нашим зрителям? Ну, давайте вот настрою по 10% от каждого. Я думаю, что это нормально. 30%? 30%? А если их чуть 15 дать? 30%? 30% с момента вот опубликации этого видео, да, там, в течение месяца можно как бы в онлайн школу Start обратиться, сказать промокод. Промокод. Придумаем сейчас. Придумаем, да. Сгенерируем как раз креативный процесс. Вот, чтобы... Промокод будет Шварценеггер. Прямо. Отлично. Сделайте второй подход. Да, да. Хотели учиться, пора. Да, это круто. Да. Сделайте второй подход, друзья. Пересмотрите это еще раз видео. Друзья, не тупите, делайте, и все у вас получится. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии и лайки. Спасибо, Алексей, очень здорово. Очень здорово. Спасибо. До встречи. 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 до встречи.